ребята я уже начал творить смотрите как я установил печку буржуйку самодельную вот такие дела тут дверцы короче короче дверцы вам и это дверцы я устанавливаю трубу устанавливаю трубу и надеюсь дым будет идти дальше там трубу не знаю что получится немножко волнуюсь так и в открыто так и самое главное опасная вот здесь сантиметров 15 только до потолкования вот это немножко конечно если так и поворот сделать угол более безопаснее будет но если полную печку там затапливать это конечно я отсюда отсюда это ему все и туда жесть еще поставлю жести следующий раз еще стекловату привезу для безопасности но по-другому не получается если летом только я могу здесь еще дырку вторую сделать и укоротить и это дело установить вот сюда думаю все четко получится сейчас установлю полностью и затопим что получится будем смотреть тенька в комментариях мне пишут что олег не выпивает вообще спиртное смотрите из моей коллекции что я пробовал вот жириновский водка русская водка такая была вот такая русская водка муромец водка московская водка так это хрен его знает что-то там маномо написано написано иномарка обычно уже два орла это уже после перестройки водки пошли вот когда бардак вот был вот паленый водка много продавали вот еще водка такая гаи осторожно гаи тоже водка ну я все это выпивал свое время вот еще какая-то кто пробовал вкус помнит не помнит столичная водка бывает водку открываешь там на стенке бутылки там осадок блин паленую водку только в путь 90 продавали сейчас тоже самое она как-то более прозрачная лобка но это моя коллекция ребята было больше на клеить было не как-то что-то поклеило там в этих видов водок паленых море было и сейчас я только пью суктовкарский ну пью никто меня не видит когда я пьяный я пью дома бывают шкальчик выпью маленькую бутылку 250 может могу и пол литра там открыть выпью и мне хорошо и я доволен всем все проблемы исчезают после того как выпьешь лотку так все короче я много начал болтать первая затопка немножко волнуюсь полный тычку на воду застопливать потому что опасно посолок там попробуем что получится думать о плохом и принципе пока хватит такое количество волнуюсь самое главное чтоб тяга пошла подсоединили к основной печки попробуем сможем нет чай скипятить на этой печке буржуйка вроде тяга есть сейчас подождем а пошла родимая вроде как сейчас еще доделаю здесь это я здесь уберу бумагу и прибью сюда еще жесть оцинкованный для безопасности вон ребята тяга пошла все нормально дым идет все четко разберусь еще стом оцинкованным за водой сходить вам уже тает снег в оках слышите ребят четко все четко все получается воля как и должно быть что я задумал должно все получаться как круто я придумал вот так это старых деревенских избушках домах не в избушках домах такие буржуйки вставляют подсоединяет там короче пока там не так горячая доделаю задуманное дым идет столбом я пошел за водой чайник наберу один чайник ведро не буду набирать груди 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 прибавлен груди груди Чего-то надо. Чего-то надо. Чего-то надо. На речке уже двойной лед. Здесь течения практически нет. Здесь омут такой. И вот тут лед. Короче, с антиметров 15 уже. Ну, пол чайника я набрал. В принципе, хватит. Надо было кружку взять. Если с кружкой набрать, конечно, намного удобнее. Ну, хватит, хватит надо. Пару кружек чай попьем. Еще. Еще. Можно смело тут переходить. Тут конкретно лед встал. Ну, там, конечно, опасно, но здесь вот... Здесь нормально у нас. О, как дым идет. Хорошо. Там сосна, смолистая дрова. Надо елку. Не пускай дымит. Ух. Как паровоз, блин. Чайник поставил, ребят. У меня аккумулятор он закрепил. Сейчас подсоединю к пауэрбанку. Короче, чайник поставил. В избушках уже чувствуется, что тепло. Даже двери у меня приоткрыты. Буквально 10 минут прошло. Жар офигенный. Вот это да. Столько лет я еще хотел, хотел как-то. Но, наконец-то, в этом году я исполнил свое желание. Сделал и поставил печку. Сейчас уже в любой мороз я, если на Буране приеду, уже буквально за полчаса в избе там тепло будет. А кирпичная печка, она долго нагревается. И, конечно, она жару держит, но... Когда на день ты приходишь и... Конечно же, буржуйка намного лучше. Вот так я, короче, прикрепил еще лист. Цинковый, а не дождь. Вот так. Ну, жар, в принципе, вон как у меня рука. Во! Не такой большой жар. Где-то не опасно. Не нагревается. Чуть-чуть нагревается, но... Здесь у меня щель такая, сантиметров 10 будет. И все противопожарно. В принципе, должно все выдержать. Доски холодные. Все. Ну вот и все. Будем ждать, когда закипит чай. И будем пить чай. Горячий чай. Слышите? Чайник там журчит. Сейчас скоро уже закипит. И мышка уже тут, блин. Пока я в лес ходил, уже мышки тут тоже бегали. Вот, блин. Как-то после него следов не видно было. Ходят. Растительное масло на улице было чуть-чуть примерзло. Ну... Как повыдло. Видите? А в 30 градус вообще... Съемка идет, нет хоть. 30 градус. 30 градус. Оно вообще как... Ну, а в том то же самое, если из присадки там... Чего, наверное, даже не выходит. Вот так. Я не знаю, из чего это делают. С какой химией. Так. И... Наш традиционный каш. Сейчас получал посылку. Узбекский или таджикский. Что за плов там, я уже не помню. Одну банку я открывал, что-то пробовал. Но честно, скажу честно, мне не понравилось. Много реклам видел, как они... Наши тоже благора там, с коми и... По России там много этих видел, как они рекламируют этот плов. Но на любителя. Мне лично не понравилось. Честно скажу. Там очень много... Там рис, морковь... Очень много всяких приправ. А это главпродукт. Рисовая каша. Лично мне очень нравится. Уже сколько я... Походу у меня было с этой кашей. И... Пешком, и... На технике всегда я беру. Ну, одну банку я открою. Две банки так-то взял я. Банку, наверное, нагрею. И все. Вот так. Вот так-с. Сейчас чайник закипит. И... Нагрею кашу. Что-то у меня аппетит проявилось. Очень уже хочется покушать. Я там... Заготовил дрова сейчас. Вон. Одна банка и... Такая порция. На одного человека вполне хватает. Такая банка. Кашу съем. Паштет у меня. Целая полбанки еще. Вон там. Этот паштет с хлебом. Полноценный обед у меня будет. Так тепло. Так классно сейчас мне, ребята. Вы не поверите. Печка греет. Прям отлично. Вон, нагрелась труба. И тут жар охренительно идет. Жар начал идти. Так. Доски холодные. Это хорошо. Этот джейс тоже уже нагревается. Так. Что-то надо придумать. Чуть-чуть. Или... В будущем году угол поменять. Или же пониже. Здесь отверстие сделать надо. Сантиметров на 30 ниже. Что-то хотя бы полметра до потолка. Ну сейчас поглядим. Поглядим. Я... Слишком много не надо этот как его. Если полную печку там закидать, бровь. То, конечно, чуть-чуть опасновато будет. Это уже риск. А сейчас избушку, чтобы построить, это уже миллион нужен, блин. Сейчас вообще... Ну если с дома только с рук привезти, поставить. Вообще такие законы уже. Надоели с этими законами. Все запрет и запретно. Короче, вот тут у меня такой бардак. Я привез дрова одно. Но там сухостой. Называется оно как-то тяжелое. Или смолистые. Но он возле болота не смолистые они. Или же чуть-чуть сыроватые вершинки. Что-то непонятно. Но тяжелые поля нам. Но он смолистый. Очень смолистый. Очень хорошие дрова, в принципе. Он спилил так. И сложил так. И не заметет. Скажем, кто-то придет, увидит дрова. Там расходит и затопит печку. Я дверь не закрываю сейчас зимой. В любом случае. Пусть ночуют. Вот. Дров до храна оставил на пару раз. Если никто не рестратит там. И тут еще у меня он приготовил. Это тоже уже в следующий раз приеду на Буране. В следующий раз уже на Буране я приеду. Это последний раз в этом году на УАЗике я сюда прискакал. Все. Дальше уже пойдут походу на Буранах. Это я оставлю. Пародию. Это я оставлю. Уже готовые дрова, в принципе. Это, скажем, если снег, там метр снега выпадет, все равно видно. Я в любое время могу спилить на 25 сантиметров дровишки. И на сутки мне хватит эти дрова. А вот это уже надо как-то тоже разобраться и свалить. Опасно. Может на амбар бахнуться. Так, все. Я сейчас выключу камеру, ребята, и буду обедать. И уже, ну, чуть-чуть уже начинают вечереть. Время 12.21. Три часа уже все, она уже начинает темнеть. Как же тепло, визбушка, как же тепло. А, закипает. Чайник уже в стороне. Огрейте кашу. Визбушка даже жарко сейчас уже. Угу, почти готов. Так, ну вот, обед готов. Будем, ребята, сейчас обедать. Сейчас я уже начал сегодня вот эту борду пить. Значит, попьем еще. Так, кофе с молоком. Ну, непонятно, что за кофе. Чувствуется какое-то с детства запах. Так, нету кофе, нету какао. В принципе, да. Что-то есть, что-то напоминает детство. Раньше в банках или что-то вот. С детства, из детства, да. Вкус. Вкус какой-то идет. Ну вот, чего больше добавлять не буду. И еще, короче, каша, кофе с молоком и паштет еще с хлебом. И еще ништяк. Вот так, не жалея. Не жалея. Мужской бутерброд будем делать. Лук забыл, но обычно я лук еще. Ну, в блюда я мало когда вложу, а обычно в прикуску я люблю руку. Вот так. Очень вкусно. Все, ребят, я обедаю. На улице, ребята, уже ветерает. Я все здесь прибрал, убрал и пол подмел. Ну, короче, что еще тут? Тут еще угольки. Я эту точку так и оставлю. Все плотно закрыл. И так будет леть. Там чуть-чуть. Ну, горячо, руки не терпят. И здесь труба тоже еле-еле, но руки выдержали. Чуть-чуть не выдержали. Да, все, все безопасно, в общем. Испытание прошло. Испытание прошло, все нормально. В избушке даже тепло. В избушке вообще тепло. Печка еле-еле там горит, но я обалдею. От этого я обалдею. У меня хорошее настроение от этой печки. Печка нормальная. Все, тяга пошла. Своя задача. Свою задачу я выполнил. Сегодняшнюю. Так, ну все вроде. Все в порядке. Спасибо этому дому. Пойдем к другому дому. Походу у меня заканчивается, ребята, сегодняшний. Апа. Вот так. Все, так и оставляю. Так и оставляю. Дым. Дым. Даже не видно, что идет или не идет там. Только жарное оно выходит. И еще. Короче, съездил еще в ту сторону на машине. Я это уже ничего не стал снимать. Просто по своим делам съездил. Сейчас уже буду возвращаться домой. В общем, вечеринка. Ну, день закончился. Сейчас уже в третий час. А в три часа уже, думаю, начинает. Ну, сумерки. И, в принципе, дел у меня здесь больше нету на сегодняшний день. Все свои дела я сделал. Сделал. Дрова заготовил. Печку установил. Капканы насторожили. Будем... Следующий поход. Приедем на Буране. И будем уже... Проварять капканы, что-то попадет или нет. Уже будет ясно, кто-то есть или нет. Но я уверен, что там одна куница есть. И по следам... Даже свежие следы сегодня видели. Так. А, перед тем, как надо уехать, я поглушу машину. Что-то болтаю, болтаю. Ну, чуть. Прогрелось там. Но у меня тут ружье в чехле и рюкзак. Больше грубо. Ничего такого нет. Вон, смотрите, подсад такой вышел. Может, и к лучшему, что собак не взял. Потому что вон такой наш. И лапы у них ранее могут поранить. Я еще... Этот подсад еще буду ломать. Вот. И сделаю веник. Короче, вон сколько этого хлама. Этого мусора. Скоро вообще луг не останется. Вот тут что творится, смотрите. Боже, боже, вот это да. Жалко, конечно. Очень жалко. Хороший лук был, но... Время берет свое. Зарастая все. Короче, пока буду заниматься... Воспоминания. Воспоминания мои. Этим мы таскали копно. Вон. На двух этих палках. Вот это вилы. Вон такие вилы деревянные. Это дедовские вилы еще вон. Он еще делал. И сколько лет. И все еще стоят. Масилки. Да, масилки. Вот этими масилками таскали мы копно. Это наши, это она после нас, кто здесь года два или три, я давал этот сенокос. Ну, пусть косят, думаю. Лучше пусть косят. Чужие, чем все так зарастает. И они тоже зарезали скотину. Больше некому здесь косить. И все вот так получается. Все зарастает. Одни воспоминания. Вот эти палки только остались. Блин, на душе как-то скребет сейчас, блин. Честно, словом. Все быстро идет. Очень быстро. Время обжора. Вот так. Вот, набирается потихоньку. На две метлы уже тут есть. И вот так я стригу здесь. Если бы рябина была, стригли бы лощи, а березы, они, ну, редко, очень редко, там, пять процентов из таново любят. Каждый, каждый сезон своя работа. Очень картошка, весная картошка. Летом веники. Сейчас уже зима на дворе. Сейчас уже готовим метла. Метла. Вот такие дела. Вот так и живем в телах. В Макдональдс и мы не ходим. Мы ходим в тайгу. Стараемся ходить. И вот так ломаем. Береза она такая. Одну штучку сломаешь, а там выйдет еще три. Это мусор. Ну, используем мы этот мусор. Метла, веник. Даже некоторые заготавливают, продают. Тоже деньги делают. Так что можно из всего сделать деньги, если не лениться. Конечно, трудоемко. Я тоже работаю-то. Пальцы умирают еще. Надо все это собрать, вывезти. Потом язать. Ну, по несколько тысяч заготавливают люди. У некоторых именно вот это считается хлебом. Что сделает, что сдаст, то и заработок. Вот так. Ну, все. Сейчас еще немножко поломаю и поедем. Вон наш уазик дожидается, смотрит. Смотрит на нас. Осенняя колея. Неприятно тут ехать. Все перерыто уже тут. Живого места нету на дорогах. Тут вот осенью кто-то видно. Сильно буксовал даже. А, блядь. Потащило даже. Буквально бывает на ровном месте можно застрять. Там на мост сядешь еще. Потом, блин, час потеряешь, пока ты... Будешь возиться. Ну, летом немножко побуксовали там. Снимал-то же. Речка. Ну, конечно, большая сейчас. Нужно, насколько долго этот мост еще выдержит. Так. Ну, открыто еще. Опасненько. Опасненько. Вон там все заливало. Оказывается, вообще не сейчас. Ну, сейчас вода начинает падать. Видно, что лед там висит. Это факт, что вода упала. Значит, уровень воды снижается и там тоже. Но опасно сейчас перейти тоже мало где сможешь. Если только по валежникам. Опасный лед. Надо очень осторожно. Очень осторожно ходить по льду. Ну, вот. Ну, здесь еще такие места. Мне очень приятно. Ну, вот весь и ход вот направо пошел. По зимнику проехал. Но я туда лезть, конечно, не буду. Там можно и застрять. В принципе, там тоже дорога. Там зимник. Сейчас на буранах там будут гонять. И мы тоже там будем ездить. А здесь это летняя дорога. Если казачи будут тоже круговую будут ездить, конечно, на буранах. Но эта дорога летняя зимой. Мало кто здесь будет ездить. Хорошо пока снега нет. Нормально. На машине, конечно, намного теплее. Вот так. Ладно, здесь. Валежник. Осенью еще не было. А сейчас вот. Когда она свалилась, там пенек такой гнилой был. Смотрите, ребята, тут вообще все. Все уже. Лед встал. Целый. Ну вот. Что видим. Все во льду. И конкретно стоит вроде. Нормально стоит. И я вот остановился на минутку, чтобы сказать вам всем пока. И до новых встреч на против коми. Смотрите мои фильмы. Спасибо всем, кто со мной. Кто смотрит, не пропускает. Все мои серии. Дальше пойдут зимние походы. Зимняя рыбалка. А как все будет, увидите. Все идет по-честному. Показывая все, как есть. Это настоящее. Все. Всем удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok